8 февраля 1991 года в Дмитровском районе появилось еще одно фермерское хозяйство. Его зарегистрировал бывший ветеринарный врач бывшего совхоза имени Калинина Анатолий Ортин. Неподалеку от поселка Морозки ему выделили 4 гектара и 16 соток земли сельхозназначения в собственность. Если раньше местные колхозники сдавали, ну люди приезжали за копейки, потом им не платили, то мы со своей продукцией выезжали в Москву на рынок и, будем говорить, тем самым выжили. Потому что цены там были совсем другие, покупателей было много, только этим выжили. Галина Николаевна не отстает от мужа. Именно благодаря ее кропотливой работе техника-ассиминатора в хозяйстве удалось сформировать крепкое и здоровое стадо. Всего 20 голов крупного рогатого скота, галстинов рисской породы. Из них 9 дойных коров, которые дают в среднем 20 литров молока в сутки, а всего надаивают до 150 литров в день. Дойка трехразовая, ручная. Это, поверьте, тяжкий физический труд. Не минута покоя, сетует Галина Николаевна, в отпуске не были годами. Но работать нужно, без этого фермерская жизнь теряет смысл. Сырое молоко охотно покупают постоянные клиенты, большинство которых местные жители и дачники. Кто-то приезжает сам, а кому-то фермеры возят молоко на дом. Раз в неделю фермеры доставляют молоко в районную администрацию, где высоко ценят его за высокое качество. Часть молока сразу после дойки идет на переработку. Во все тонкости производства сыра, масла, сметаны, ряженки, кефира нас посвятила дочь Анатолия Ортина, Виктория. С помощью нехитрых приспособлений Виктория за несколько часов приготовит вкусный сыр, набьет сливочного масла, поставит кефирную закваску. Порой даже не успевает обслуживать подъезжающих покупателей. По желанию мы разрешаем присутствовать на дойке. Не всегда, конечно, потому что коровы пугаются, но ребятишек мы всегда. Ради бог. Приходят люди, дети, напарное молоко. То есть они доверяют нам, так как отец мой ветврач, мама ассиминатор. Мы, слава богу, за моим процессом отпускания, приготовления, они тоже могут наблюдать, что я им тут не плюну, как говорится, в тарелку с чем-то. То есть они это все видят и им это нравится. Глава фермерского хозяйства Анатолий Иванович очень просил помочь донести до местных властей его просьбу о расширении выпасов. Иначе коровам придется совсем тяжко. Несмотря на преклонный возраст, Анатолий Ортин на равных работает вместе со всеми членами семьи. Дает советы, учит жизни. Молодым это не очень нравится, но слово хозяина – закон.